Пропустить завтрак, чтобы потом плотно наесться на ночь, придется работать две смены, а она не хочет В идеале печень все это делает сама Это как завод, который имеет четкие функции, четкое расписание и четное количество работников Почему нельзя просто это попить в добавках? Именно поэтому нужно разбираться сначала Я вас очень прошу, не навредите себе Что нам поможет провести детоксикацию в этом случае И какие продукты питания и составляют этот набор инструментов для печени Первый день детокса должен быть максимально простым Но перед ним обязательно подготовьте то, что вы будете готовить Сформируйте себе меню Это самое важное, потому что вы будете тормозить, вы не будете успевать Вы будете нервничать, в итоге вы все равно съедите что-то не то И отложите этот детокс на дальнюю полочку Поэтому с чего мы начинаем Элементарное формирование меню и понимание того, зачем нам нужен этот самый детокс И какой он первый день Итак, первый день детокса будет правильно позаботиться о чистоте своего кишечника Ну и безусловно работе своей печени Так как они работают в тандеме вообще весь желудочно-кишечный тракт Но на эти два органа приходится самая большая нагрузка То и начнем мы именно с них И самое главное, первое, разобраться с запорами Потому что если вы не будете регулярно ходить в туалет Или если вы понимаете, что у вас есть хронический запор Это тот вариант, при котором вам нужно что-то делать, чтобы ходить в туалет Приседать, пить какие-то компоты, отвары или кофе с молоком Или еще что-то Это уже говорит о том, что у вас нарушен стул Поэтому прежде всего его нужно восстановить И эта детокс-программа поможет вам сделать это Благодаря продуктам питания Вообще запомните, что кишечник, который страдает запорами Атоничный, ленивый и так далее Далихосигма Это всегда риск интоксикации То есть риск того, что вы не будете иметь такую красивую кожу Столько энергии Такое настроение, как вы того хотите Потому что токсины только определенное время находятся в кишечнике в толстом А дальше они с удовольствием, с помощью астматического давления Проходят через мембраны и снова могут попасть в вашу кровь Потом пойдут в большую воротную вену печени Для того, чтобы она их профильтровала Но часть все равно перенагрузит организм И получается, что эти токсины будут циркулировать регулярно по организму А что же печень, скажете вы, да? Многие мне говорят Зачем же нам нужна печень, она самоочищается Все верно Самоочищение печени наступает с 3 часов дня, то есть с 15.00 до 3 часов ночи Именно поэтому я не рекомендую слишком сильно нагружать свой организм в этот период времени То есть пропустить завтрак, чтобы потом плотно наесться на ночь Это самый плохой вариант развития дел для печени Потому что ей тогда придется работать две смены, а она не хочет Это как завод, который имеет четкие функции, четкое расписание и четное количество работников К примеру, у печени 200 задач и 100 работников У каждого есть своя схема работы, расписания и, безусловно, инструменты Так вот, что будет, если пару лет вы страдаете запорами? Как вы думаете, останутся ли у всех работников вашей печени, вашего завода все инструменты в руках? Или кто-то из них окажется без перчаток, без грабель, без лопат И будет пытаться что-то делать голыми руками, а это невозможно? Именно поэтому с годами организм накапливает болезни И потом в вашей карточке это называется определенный диагноз Это лишь формулировка Причина бывает всего одна И чтобы начать разбирать причины, неважно какие они Это узловой зуб в щитовидке Это воспаление лимфоузлов Это плохое зрение Это налет на языке Это проблемы с весом Или это болят пятки Или у вас там, не знаю, отказывают почки и накапливают постоянно камни А именно поэтому нужно разбираться сначала С первого шага Первый шаг это помочь организму избавиться от лишнего Второй шаг это дать печени то, чего ей не хватает И вообще всему организму закрыть дефициты Это самое правильное развитие событий для вашего тела Потому что именно эти два фактора являются основными факторами болезни человечества Первая, куча ненужного мусора Вторая, постоянная нехватка чего-то важного Итак, начнем с самого главного Кишечник Как помочь ему очищаться этому толстому кишечнику Пункт номер первый Вода, 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 правильная вода Я не кипячу воду и не рекомендую вам Поскольку вода это очень важный фактор для очищения вашего организма Она должна быть правильно минерализована Поэтому артезианская, родниковая, минеральная с бутылочек, баночек Той, которой вы доверяете из источников Все подойдет, прошу вас не кипятить воду Запомните, вода выводит из организма И все полезное, и все вредное Поэтому для того, чтобы потом вам не сталкиваться с какими-то там судорогами по ночам Да, и думать, ох, что же мой калий, натрий и магний натворили, куда же они делись Или же, например, вы начинаете здоровое питание И вы, к примеру, слишком сильно решили насесть на клетчатку Вот она, наша зелень Если вы слишком сильно наседаете на клетчатку И у вас учащается стул до 3-4 раз в день Это значит, во-первых, слишком много А во-вторых, запомните, клетчатка тоже выводит минералы И их нужно будет пополнять Поэтому первое, что вы делаете для вашего тела и кишечника И, кстати, печень в режиме обезвоживания также безумно страдает Вы начинаете уметь пить Это питье должно быть травяные чаи, которые мы с вами приготовим А также это питье, безусловно, это чистая вода И, конечно же, различного рода напитки Но без сахара, без меда, которые тоже могут считаться Полезный ли квас? Полезен Полезна ли камбуча без сахара? Полезна Полезна ли там гриб, чага, который вы, может быть, дома сделали? Предвосхищаю ваши вопросы Да, 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 да И крапива, и огурчик в банке И лимонная вода, и вода с алоэ, и вода с лимоном Это все полезная вода Это тоже вода, это не еда Если она не сладкая, если она не кипяченая То это тоже вода Все, что находится уже в жидкостях Например, огурца, арбузика и других фруктов Это уже не вода Это метаболическая вода То есть еда для вашего тела Мы о ней сейчас не говорим Итак, пункт 2 Это клетчатка То, что поможет нашему кишечнику восстановить свои функции детокса Клетчатка бывает разной Растворимой, нерастворимой Естественно, для того, чтобы наладить свое питание Вам необходимо с ней подружиться Потому что если у вас постоянные расстройства от любого вида клетчатки Будь то, например, семена Или вы, например, снова же съели вот эту зелень И у вас 3-4 раза в день стул Это непорядок Это значит, ваш кишечник не настроился или он раздражен В случае обострения гастрита В случае обострения язвенной болезни Эрозии Наличие колита СРК Синдрома раздраженной кишки Сибра и так далее Я вас очень прошу Не навредите себе Не нужно употреблять по 20-30 граммов клетчатки Если вы ее плохо воспринимаете Главное в этом случае Просто помочь своему организму функционировать Итак, пункт номер 2 Обязательно наладьте свою дружбу с клетчаткой Клетчатка клетчатки рознь И если мы возьмем с вами смесь, которую вы получили в детокс-боксе Или сейчас соберем ее самостоятельно Собирать мы можем ее из чего? Из трав и пряностей То тогда вы начинаете работу именно с ней То есть с растворимой клетчатки Это нерастворимая То есть щеточка для вашего кишечника Фрукты, зелень, травы, пектины, овощи Это жесткая клетчатка Нерастворимая Она почистит организм Наберет ненужное Выведет из тела И вы здоровы Еще получили массу минералов и витаминов А растворимая клетчатка Она мягкая Она бережно сорбирует Она тоже выводит Она тоже связывает Но она еще и залечивает Обволакивает раздраженную слизистую Поэтому вы можете самостоятельно собрать состав смеси Мои авторской дома И что туда входит? Безусловно псиллиум Порошок семян подорожника Его можно везде найти У меня он тоже на кухне всегда есть Поэтому вы просто покупаете в аптеке В любом эко-магазине Псиллиум Дальше вы добавляете сюда семена льна Но обязательно эту столовую ложечку Размалываете в кофемолке Третье Это фенхель Фенхель уберет любые вздутия, спазмы Это невероятный помощник Вашему желудочно-кишечному тракту Поэтому пункт номер четыре Это фенхель Пункт номер три, простите Пункт номер четыре Это травы, которые залечивают и обволакивают В данном случае у меня алтей Вы можете взять коровяк Вы можете взять алтей Вы можете взять другую траву Можно даже сделать это на ромашке Или же подойдет сухой порошок алоэ Или же гель алоэ В котором вы просто это размешаете Это тоже обволакивающий и защищающий элемент для кишечника Тоже клетчатка, но не раздражает Ясно, да? Отлично И еще у меня здесь яблочный пектин Пектины содержатся в кожуре В кожуре вот яблочки, ягоды Все, что у вас в заморозке Это содержит пектины Это супер важно И вам нужно их есть Но для тех, кто пока этого не может сделать Делаем упор Внимание Делаем упор Рукавого острения, сырка и все, что я назвала На тушеные овощи Например, смотрите, что я вам покажу Сегодня я взяла совершенно нейтральные и мягкие овощи Это батат И это наша тыковка Вы можете взять свеклу Вы можете взять совершенно другие корнеплоды То, что вам ближе То, что вам нравится И вообще свои покупки я вам показывала Для первой фазы детоксикации печени Нам необходимы будут эти потрясающие продукты Полный перечень я вам обязательно составлю Для того, чтобы вы могли планировать свое меню Почему именно эти продукты Почему именно они Что я именно на них зациклилась А именно потому, что мы будем строить нашу работу с кишечником и печенью Сегодня и завтра так Чтобы включить первую и вторую фазу детоксикации Первая фаза детокса печени и вторая В любом случае направлена на то Чтобы перевести даже старые гормоны Токсины, все жирорастворимые вещества Водорастворимые Обезопасить их И вывести с помощью питья И даже минеральной воды Которую вы можете купить в любом магазине Любую Выбирайте любую, которая вам нравится И очень важна также организация Если у вас есть под рукой все необходимые продукты Вот гречка Вот смотрите Бурый рис, который я купила Вот у меня есть ламинария сушеная Вот у меня кукурузная каша, пшено Я все приобрела для того, чтобы провести правильный детокс И организация, это тоже важно Потому что ничего по кулечкам, по пакетикам нет И даже если у вас есть макарошки Вот, пожалуйста, цельнозерновые макароны Темные, вторичневые, рисовые, бурые Какие хотите Итак, в идеале, чтобы помочь нашей печени Нам нужно учитывать то, что ей нужно На первом этапе своей работы То есть фактически Когда ее работники приходят на место То есть на фабрику Она раздает им пакет номер один Пакет с первым набором инструментов Этот первый набор инструментов Включает в себя витамин С И все его источники Вот почему я так зацикливаюсь и говорю о витамин С Витамин С обязательно Это может быть отвар шиповника Пихтовый экстракт бальзам В ваших детокс-боксах Это могут быть яблоки, цитрусы, апельсины, мандарины, травы, зелий Все, что содержит витамин С Для тех, кто не может использовать такой агрессивный вид витамина Я рекомендую травяной чай Иван-чай, листья малины, бузина и другое Они также содержат витамин С и действуют более мягко Отвар шиповника с медом вы вполне можете себе позволить После еды, через минут 30-40 Второе, что есть в этом наборе инструментов Кроме витамина С Это витамины группы В Они играют важную роль для жирового, углеводного обмена печени Для вашего настроения Они кофакторы многих процедур, процессов в организме Включая построение и накопление нашего ферритина Консервации железа и так далее Это очень важно Ни одну щитовидку нельзя вылечить на дефиците железа Ни один гипотиреоз без альтероксина и альтерокса никак Они поправятся, а с ними тем более Поэтому запомните, это важно И третье, что есть в наборе инструментов Кроме витамина С и витаминов группы В Это глутатион Глутатион это основной антиоксидант нашего тела и печени в том числе Но в идеале печень берет это все из ваших продуктов питания Почему? Почему нельзя просто это попить в добавках? Потому что можно попить в добавках, но результат и усвояемость этих веществ Назначительно ниже, чем из рационального питания и продуктов питания на регулярной основе Единственная альтернатива это смешанное внутривенное использование капельниц Или трансдермальный глутатион, к примеру Или хороший вид липосомального Я вам его порекомендую И еще также очень важно понимать, что в идеале печень все эти процессы Используете продукты, контролирует сама Она превращает токсины из жирорастворимых А это самый опасный вид токсинов Это все что? Гормоны Это все ваши лекарства Это все ваши крема Это все антипроспиранты Это вся гадость, которая когда-либо была или есть на вашем теле И конечно же это продукты питания Все что содержит, особенно вот вы купили курицу Вы не можете быть уверены, что она выращена вне условиях гормонов, антибиотиков Как выращивают их на фермах Поэтому это также очень важно И по факту в идеале печень все это делает сама Она переводит страшные жирорастворимые гормоны Свободные радикалы переводит их в водорастворимую форму И очень безопасно, смешивая их с желчью С помощью кишечника выводит их наружу И вот здесь очень важно понимать Многие люди, у которых застой желчи и запоры Не проходят этот детокс Им невозможно это построить Если у вас желчь застоя Козий кал, ленивый кишечник, постоянные запоры Вы не можете тогда качественно сделать этот детокс Поэтому нужно наладить стул, питьевой режим И использовать данные виды клетчатки Что нам поможет провести детоксикацию в этом случае И какие продукты питания И составляют этот набор инструментов для печени Где нам брать витамин С? Я уже вам рассказала, это и так известно А теперь где нам брать глутатион? Это также очень легко, даже посмотрев на наши покупки сегодняшние Это морковь Это очень важно, очень просто, как можно его насобирать Это вот авокадо, авокадо, еще его, где я его купила Авокадо также содержит глутатион Также его содержат яблоки Поэтому используем их в своем рационе Также они содержатся в брокколи, в спарже Вот я ее собираю, где она у меня на столе Брокколи, спаржа, спаржевая фасоль Непременно используйте в сезоны И шпинат, вот он, вот он мой любимый шпинат Мы будем его готовить, но в сыром виде он гораздо полезней Потому что содержит еще ценнейшую аминокислоту Глютамин Глютамин заживляет стенки кишечника И улучшает даже функционирование ваших мышц и нервной системы А также при СРК это продукт номер один Поэтому делайте смузи, питайтесь вкусно и хорошо Какое меню у нас на сегодня? Меню для первого дня детоксикации Я вот очень бы вам рекомендовала использовать утром фруктовый салат Вот я его себе сделала, сейчас вам его покажу Вот он у меня Остался чуть-чуть, я вам показываю Вот что я порезала У меня здесь были яблочки, бананы, хурма Королек, пожалуйста, берите любые варианты Это прекрасная возможность сделать ваше блюдо ценным А также у меня здесь есть апельсины Это источник миоэназитола Витамины красоты и молодости Выводят токсины из печени очень классно И помогают усваиваться витамином группы В Что мы делаем для того, чтобы сделать наш салат более полным? Чуть-чуть сбрызгиваем оливковым маслом Или кедровым, льняным, тыквенным, любым Потому что это важно для усвоения жирорастворимых витаминов И всей полной пользы от фруктов, ягод и зелени И добавьте одну столовую ложечку чия Еще немножко и мы выполним с вами суточную норму по клетчатке Семена чия для тех, кто не может Размалываем себе семена льна одну столовую ложку Кто хочет, можно добавить орешков, не проблема Вот они у меня, всегда есть такая сборная тарелочка Иногда подсушиваю, но чаще всего нет Использую в сыром виде Итак, что еще нам понадобится сегодня на обед? На обед желательно, чтобы у вас была легкая еда Либо цельнозерновые продукты Либо я вот подготовила себе борый рис, который буду сегодня готовить Борый рис, овощной салат, немножечко масла И этого достаточно На обед не будет ни рыбы, ничего другого Может быть у вас вы захотите сделать бобовую Это может быть чечевичный суп или пюре А также может быть что-то из нута И что на ужин, очень-очень-очень советую Ужинать девочки, мальчики Вечером легкий овощной суп на сегодня Или же соте из цветной капусты Брокколи запекаем, не варим Никогда не варим эти капусты, потому что они все теряют в воде У них водорастворимые витамины Запекаем их с оливковым маслом, специями И можно добавить небольшой кусочек рыбки И может быть капелюшечку листового салата, листовой зелени Не хотите, не нравится? Тогда другой вариант И вторая фаза детоксикации печени Для которой тоже печени нужны свои инструменты Эта фаза детоксикации печени нуждается в Обязательно глутатионии, который нам был нужен и для первой фазы детокса И мы теперь знаем, из каких продуктов его взять А также нам очень нужен селен и многие аминокислоты Такие как цистеин, метионин и другие И естественно, брать их лучше из продуктов питания Потому что тогда они качественно соединяются со свободными радикалами Когда ваш кишечник их нормально переваривает и всасывает И вместе с этим они обезвреживают эти токсины Они делают их не жирорастворимыми, а водорастворимыми И безопасно, мягко выводят из вашего тела посредством ПТ-отделения А посредством туалета Вы сходили в туалет или вы сходили по маленькому В любом случае вы избавляетесь от этих токсичных, вредных, кислых, болезненных веществ для нашего тела Итак, где мы можем взять селен? Из каких продуктов питания? Чаще всего мне говорят, конечно, бразильские орехи Но не только Очень много селена в чесноке Тем, кто есть не может его в сыром виде Пожалуйста, можно брать сушеный, а также можно брать его и маринованный И, естественно, запекать и готовить по-разному Еще один хороший источник селена – это говяжьи почки В 40 граммах говяжьих почек содержится суточная необходимая норма селена Если все-таки вернемся к бразильским орешкам, то 3-4 штучки в день, не больше Это полностью покрывает нашу необходимую суточную норму И еще селен содержится также в овощах, которые я вам всегда показываю И в яйцах, а также в домашней птице И аминокислоты тоже Поэтому овес, бразильские орехи, а также домашние яйца могут быть на вашем столе Ведь они такие немножко грязноватые Я их хорошо промываю и использую Для взрослого человека 2 желтка, 1 белок – вполне достаточная суточная норма И, отвечая на ваши вопросы следующие Нет, яйца не обязательно употреблять каждый день И есть еще универсальный помощник в нашей печени Который не входит ни в какие продукты питания А самостоятельно мы можем, вернее, ни в какие, да, рычаги действия Первой, второй фазы детокса Они универсалы Они подходят и первой, и второй И любым строением тела, и любым людям Это кинза и петрушка Особенная кинза Она безумно хорошо воздействует на свободные радикалы И я очень люблю делать с ней простые соусы Используя авокадо, лимон и источник лецитина Это просто один из ценнейших рецептов, которые я давала и показывала И могу повторить Это что? Это оливки Оливки То есть мы смешиваем оливки, авокадо, лимонный сок и нашу зелень вместе И получаем потрясающий гуакамоле домашний Который можно делать на маски, на любые здоровые хлебушки На обычный черный хлеб, который вы любите, да? И не забывайте про отруби Селен тоже содержится там Что касается аминокислот, которые я сказала К примеру, цистеин Я вам показывала его источник Это красный перец Он очень богат этим веществом А также масса овощей Вот на нашем столе сегодня тоже богата Этими самыми незаменимыми и заменимыми аминокислотами Которые обезвреживают токсины Делая для вашего тела их безопасными, водорастворимыми И очень легко от них избавляются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok